Собаки, кошки и другие любимцы. Начальный курс. Манчкин. Это маленький и невысокий кот. Это манчкин. Симпатичный, немного низкорослый кот. Манчкин похож на маленького кота Таксу. Короткие лапы этих котов, названных в честь манчкинов, из страны ОС, результат естественной генетической мутации. Однако они более подвижны, чем вам кажется. Манчкины передвигаются, как хорьки. Они шустрые и активные. Ген, ответственный за короткие лапы этих карликовых кошек, схож с геном, ответственным за низкорослый Стакс, Басетов и Вельшкорги. Однако разведение манчкинов – рискованное занятие. Если вы вяжете манчкинов с манчкинами, четвертая часть потомства, рожденного от такой вязки, умрет. Ответственные заводчики расширяют генофонд, чтобы избежать смертей или серьезных заболеваний. Но если собаки с карликовым геном страдают от проблем с позвоночником, то дела у манчкина обстоят лучше. У кошек не бывает проблем с позвоночником, потому что их позвоночник гибче, чем у собак. В США манчкин стал популярен после появления на первой странице «Уолл-стрит-джорнал» в 1995 году. Основателем нынешней породы считается беременная манчкин по имени Блэкбери, которую нашли под грузовиком в 1983 году в Луизиане. Но эти низкорослые кошки упоминались повсеместно в ходе истории. Шерсть этих кошек разных расцветок, узоров и двух видов длины. У некоторых манчкинов шерсть короткая, бархатистая, у других длинная, шелковистая. Самая выдающаяся черта манчкинов – необычно короткие ноги, которые бывают трех размеров. Стандартные, короткие и ракхаггер. Могу только представить длину лап ракхаггера. Вот такие. Вот моя девочка. Посмотри, какая ты маленькая. Эта манчкин такая маленькая, что ее хозяйка вынуждена смотреть под ноги. Фитцгерл такая маленькая, что когда я встаю утром с кровати, боюсь наступить на нее. Если присмотреться, вы обнаружите Фитцгерл на ранчо Flying Paint в Южной Калифорнии. Она живет там со своей хозяйкой, восемью лошадьми, тремя собаками, одним попугаем и толпой манчкинов. Фитцгерл особенно дорога Тиффани. Она первая бежит ко мне, ложится на бок или брюшком вверх и просит, чтобы ее почесали. Фитцгерл жила обычной жизнью. Но, может быть, ее ждет Слава. Думаю, Слава придет к ней. Тиффани считает, что благодаря коротким лапам и маленькому туловищу, Фитцгерл может побить рекорд Гиннеса в номинации «Самая маленькая кошка в мире». Сейчас звание самого маленького кота носит Итси-Битси, помесь гималайской сиамской кошки. Его длина 37,5 сантиметров, а рост менее 10 сантиметров. Измерить эту шуструю кошку – дело непростое. Но Тиффани уверена, что у Фитцгерл есть шанс одержать победу. Ее длина около 30 сантиметров, а рост около 10 сантиметров. Думаю, так. Тиффани занимается разведением манчкинов по совместительству. В первый раз ей пришла идея об измерении котов для рекорда Гиннеса, когда она выложила фото и видео одного из своих котов на Ютубе. Однако тот манчкин оказался слишком крупным, чтобы обойти нынешнего рекордсмена. Это особенная кошечка. Тиффани любит манчкинов и уверяет, что разводит их не ради рекордов. В первую очередь она заботится об их здоровье. Главное правило – никогда не вязать манчкина с манчкином. Фитцгерл готова участвовать в рекорде Гиннеса. Все, что ей нужно сейчас – это квалифицированный врач, который даст оценку ее здоровья. Два килограмма. Ух ты! А теперь настоящий замер. Сможет ли Фитцгерл побить мировой рекорд Гиннеса? Здесь еще кость. Итого – 61 сантиметр. О, нет. Квоз тоже учитывается. И Тиффани, и Фитцгерл признают поражение. Однако звание самой низкорослой кошки в мире еще можно завоевать. Ветеринар считает, что шанс есть. Она самая низкорослая из всех взрослых кошек, виденных мною. 16 сантиметров. Высоковато. Слишком высокая. Я действительно думала, что она меньше. На 5 сантиметров выше нынешнего рекордсмена. В одно мгновение Фитцгерл сходит с дистанции. К сожалению, ей не удалось побить мировой рекорд Итси-Битси. Проигрывать нелегко. Но Фитцгерл в порядке. Она знает, что мама любит ее такой, какая она есть. Ты не самая маленькая в мире, но определенно самая красивая. Если вы хотите завести Манчкина, запомните следующее. Найдя добросовестного заводчика, вы получите здорового кота. Манчкины могут страдать некоторыми заболеваниями. Например, лордозом. Искривлением позвоночника в области лопаток, которое сжимает сердце, легкие и трахею и вызывает проблемы с дыханием и сердечную недостаточность. Проблемы достаточно серьезные. По мере роста сердца и легких, это сжатие может привести к смерти. Ухаживать за шерстью легко. Короткошерстных кошек вычесывайте раз в неделю. Длинношерстных – немного чаще. Следите за тем, чтобы не было колтуна. Маленький рост может вызвать проблемы. Манчкины добры к детям. Они ладят с другими животными. Итак, манчкины обычно здоровы при условии добросовестного разведения. Не требуют особого ухода. Подходят большинству семей, игривы, любят повеселиться. Манчкины невелики, но мал да удал. Д because of the forms come in small packages. Манчкины recommending Манчкины.